Власть никакая так людей не портит, как власть епископа, а значит патриарха. На бедернике острочней, чем кортик, и жезл копьё добавит только страха. Он, по идее, должен быть отцом, рождающим в страданиях благовестием, первопроходцем, воином, пловцом, быть образцом смирения и счастья. Ему, как ангелу святой поместной церкви, быть сторожем, защитником, рыбачить. Входить не инди, непременно дверью, жить по Евангелию и никак иначе. История, как знаем, сохранила нам имена ересиархов буйных. Все священства, в этом их и сила. Их ложь всегда в обёртке Аллилуйя. Апостолы имели жён и семьи, простые люди, не кастрат монахи. Их цель повсюду сеять в Божье семя и быть не идолом с харизмой лесть и страхи. Сегодня он владыка и властитель, рабовладелец, князь, почти антихрист. К нам снизошёл какой-то небожитель, а речь его о каписце, стихире, недосягаемой в сиянии позолоты. Он властвует свершитель страшной жертвы, бездушной и задержанной из плоти, мертвец среди таких же вершин мёртвых. Ни храм скотомогильных безнадёжный, его епархия помеса для царька. С мирской властью дружит только лёжа, питается от церковного ларька. Конечно, сам он с этим не согласен, он на плаву рот до ушей в довольстве, играет крестный ход и яйца красит. Сотрудник КГБ, вожак из комсомольцев. 8 июля 2003 года